Привет, друзья! Сегодня у нас очень интересная тема. Но для начала скажите мне, что не так в этом предложении? Мы редко употребляем одно и то же слово несколько раз в предложении, в данном случае Мэри. Мы заменяем существительное на слово «она». И как раз-таки это слово, которое стоит вместо Мэри, является местоимением. Это и есть сегодняшняя наша тема в английском языке. Personal pronouns, что переводится как личные местоимения. I пишется всегда с большой буквы. You переводится как ты, вы. You всегда множественное число, независимо от того, вы обращаетесь к одному человеку, либо к группе людей. А вот следующие три местоимения достаточно интересные. Ну, начнем мы с местоимения he. He – это он. She – она. She – не ши, а щи, как суп. И местоимение it. Ну, он, она, наверное, оно. And met. Снова. Он и она. В чем фишка? Первые два местоимения используются только тогда, когда мы с первого раза можем определить пол. Ну, допустим, человека, да. Идет старичок он. Бежит девочка. Сразу понятно щи, да. А вот идет собака. Ну, сразу же по поводку не определить, кто это он или она. Поэтому мы будем называть собаку it. Неодушевленный предмет. Далее, животные. Когда с первого раза непонятно, кто это, тогда мы используем it. Бежит собака с розовым поводком. И хозяйка зовет ее Джесси, Джесси. Ка, Джессика. Ого, какая у вас прелестная собачка. Она так мила. She is so nice. Также, когда идет одушевление каких-то предметов, например, дорогих вашему сердцу, когда вы вселяете туда личность. Допустим, у вас есть любимая машина. Вот машину вы можете звать She. Та моя крошка. Страну. Старушка Британия. She. Не к повседневной жизни относятся, а больше к поэзии и так далее. Но это все же можно встретить. Когда ребенок, маленький, лежит завернутый в пеленочку. Пеленка желтая, коляска зеленая. Но мы никак не можем сказать, кто это, девочка или мальчик, с первого раза. Поэтому мы где-то между собой будем говорить, о, не шуми. Малыш проснется, он спит, да? Мы будем говорить, baby, it's asleep. We. Это мы. И they. Это они. Ну, тут все просто. Местоимения you, we и they. Это множественное число. Это нам понадобится при обсуждении следующих тем. Я. I. Всегда с большой буквы. Вы. You. Всегда множественно. Независимо от того, вы обращаетесь к одному человеку или к группе людей. He. Только когда можно сразу же определить пол. She. То же самое, женский род. It. Это он, она, ну и допишем. It употребляется тогда, когда пол сразу же определить нельзя. В случаях с неодушевленными предметами, с животными и с человеческими младенцами. We. Мы. И they. Они. Вот некоторые существительные. Сейчас мы будем определять их местоимения. Ну, поехали. A banana. Это it. Почему? Потому что мы не можем определить банан мальчик или девочка. А еще это неодушевленный предмет. Лиза. Человек. Она. Apples. Apples. Окончание S. Это множественное число. То есть яблоки. Они. Они. Как будут они? They. England. Страна. Англия. Неодушевленный предмет. Это it. Но если бы мы были Шекспиром, мы бы сказали she. Мальчик. He. Бобби и Джек. Кто это? Это они. Они. They. Ты и я. Это мы. Мы. We. A dog. So. Не стоит сейчас обращать внимание на вот эти штучки. Они просто здесь должны быть. Мы поговорим о них позже. Собака. It. Но как только узнаем, мы можем продолжать называть собаку It. Либо мы можем уже пользоваться нормальными именами. Местоимения. He и she. Baby. То же самое. Не знаю младенец. Кто это? Мальчик, девочка. Поэтому будем звать It. До тех пор, пока не узнаем имя. Потом будем звать He и She. Мой сладкий малыш. My sweet baby boy or baby girl. Значит, baby boy. Сразу же. Понятно, кто это мальчик. Поэтому будем звать Охи, да? Zebras. Окончание S. Давайте возьмем в квадратик. И говорит о множественном числе. Хорошо. Зебры. Кто они? Они. Они будет they. Friends. Друзья. Они. They. Rose and I. Рози. Рози и я. Кто это? Рози и я. Это мы. We. Book. Книга. Книга. Неодушевленный предмет. It. Colors. Цвета. Множественное число. Они. Цвета. Они. They. Tiger. Тигр. Непонятно. Мальчик, девочка. It. A lioness. Окей. Значит, lion. Lion. Лев. Lioness. Львица. Тут уже сразу в самом слове заключен пол. Я хочу, я называю львицу. It. Не хочу, называю ее еще. A car. Car. Это автомобиль. Автомобиль не имеет души. It. A parent. Окей. Вот здесь вот интересно. Parent. Это родитель. Мы не можем назвать пол с первого раза, потому что, ну где нету, нету пола, да. Но и it мы его тоже не можем назвать, потому что it это люди до одного года. Что же делать? Вот в таких ситуациях мы говорим, даже по-русски. Он или она. He or she. Или, когда мы вообще не хотим затрагивать пол, мы можем сказать they. Это не будет переводиться как они, множественное число, группа людей, оба родителя. Это будет переводиться как один из них, неважно, мама или папа. Значит, так и пишем. He or, or это или. He or she, либо мы называем их родителя одного. They. Надеюсь, это было понятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.